видео взято из инстаграма вот это вот замечательное видео которое как раз и демонстрирует как мир построен на отталкивание вот что не возьми она подходит вот это видео если мы берем ковер галактик да вот этот звезд галактик этот массив галактик вот он примерно вот так и расположен калиброванные массой плюс-минус расталкивают друг друга и получается равномерное заполнение и когда мы смотрим на модели нашего космоса на фотографии в кавычках нашего космоса да то мы как раз получаем вот такую картину это силовая картина дальше есть мы посмотрим на вещественную материю вот она вот именно таким образом их как раз расположена все друг от друга отталкивается поэтому она не схлапывается в одну точку а внешними силами заставляет этот комок вещественной материи находиться в том состоянии в каком он есть получить эту картину на прямом притяжении невозможно на прямом притяжении мы получаем коллапс обвал то есть физически невозможно что наш мир построен на прямом притяжении вот это вот схема это доказывает то есть эксперимент показывает как дела обстоят на расталкивание приталкивание как дела обстоят на прямом притяжении когда все обваливается Это вот факты, которые просто уже стыдно как-то не признавать, не замечать Спасибо, что присылаете интересные материалы Давид Ломоносов в гробу переворачивается от мысли, что в университете, который он основал, преподается релятивистская ахинея, как основная доктрина мироздания Я не против того, что релятивизм изучается с критической точки зрения той карикатурой, как факультатив, которой он является Критики-релятивисты часто понимают эту теорию больше, чем сами релятивисты Но эта теория должна иметь статус альтернативный, должен существовать институт Ломоносова, где преподаются взгляды Ломоносова, золотые слова Должен существовать университет, институт Ломоносова, где преподаются взгляды Ломоносова, а не Шута Эйнштейна или Дьютона Вот Дьютовская версия гравитации несостоятельна, у нас есть университет Ломоносова Почему мы там не преподаем версию Ломоносова? Почему надо лебезить перед этими слабоумными британскими версиями, которые не работают, которые абсурдны по своей сути, безграмотны Мы их преподаем И такой институт должен иметь государственный статус, чтобы выпускники имели право работать по профессии и были признаны государством со всеми правами и дипломом Золотые слова, спасибо за ваши комментарии Тарас Яваривский В любой теории присутствуют понятия, введенные в обход закона достаточного основания Это такой очень смелый тезис Например, недискретная материя бесконечной протяженности у Виктора То, что два магнита талкивают одноименными полюсами, вовсе не доказывает недискретно непрерывное бесконечное по протяженности поля Математически на графике, да, сплошной непрерывный график, но реальность не обязана совпадать с математической моделью Я вынужден вас огорчить, уважаемый Тарас Если реальность совпадает с математической моделью и мы это получили в форме научных экспериментальных данных, тут возражать-то как бы нечего Если у нас поле существует, да, и происходит взаимодействие на расстоянии Мы убедились, что наша Земля обращается вокруг Солнца Это происходит за счет каких-то сил И это не может быть ничем, кроме как полем в недискретной форме Почему недискретной? Потому что Земля не улетела, поле не кончилось, да То есть вот в этом диапазоне, Земля-Солнце, у нас, зараза, есть поле И оно недискретно, оно не прервалось, а оно продолжилось от и до, все, без вариантов Это научный факт Дальше мы посмотрели дальше, да, увидели там Юпитер, Сатурн, они тоже в поле Солнца, да И тоже это работает схема, то есть это научный факт Это не какие-то там отклонения от закона достаточного основания Это факт, который вот подтвержден Этот факт нам даже для этого не надо видеть, Сатурн Мы бы были слепые, мы бы все равно знали, что это так Потому что, опять вот эта схема Наша Вселенная может быть построена волшебным образом или силовым Если построена силовым, значит есть силы Если силы есть, значит они передаются за счет чего-то Два варианта Дискретная форма передачи, недискретная Дискретную проверили, посчитали фильм, физика эфира Фильм эфир, смотрите, там полное доказательство Дискретную посчитали, невозможно Остается методом исключения только полевое, недискретное воздействие Все без вариантов Долго как два минус один равно один Доказано Все Так что ваши претензии сворачиваем в трубочку Отпускаем на волю Ник Майнер Простите за мат, но возникает немного эмоциональный вопрос Пи-пи вы применяете законы логики и законы физики С какого пи-пи? Законы физики строятся на основе эмпирических наблюдений Которые встречаются в реальной жизни математических расчетов И проведенных в научных экспериментах Подтверждающие те или иные законы физики А законы логики базируются на абстрактных вещах То есть человек говорит, что законы логики применительно к физике Применять, ну, нелогично или нет По-другому как-то неправильно, да? Законы логики применимы ко всему Вот если вы что-то считаете Какие-то у вас эмпирические наблюдения Если вы их не можете с помощью логики обработать То вы вообще ничего не можете Вот это вот вся ваше копошение Если оно вне рамок логики Оно безмозгло Оно слабоумно Оно люди не смогли сосредоточиться Оно не связано Вы это, правда, не понимаете И аргумент у вас Что здесь эксперименты Эксперименты, опирающиеся на логику Все измерения, все наблюдения, опирающиеся на логику Вот все Вы просто этого не замечаете Вам кажется, что этого нет Но оно все опирается на логику Без логики вы ничего не можете сделать Вы даже не можете воду в стакан налить без логики Сейчас я тебе чаек налью Так вот Сосредотачивайтесь, пожалуйста, как-то А, еще ругаетесь матом Мне кажется, за такое вас нужно давать под научный трибунал Из-за того, что я применяю законы логики и законы физики Меня надо давать под научный трибунал Так думает Nike Miner Эти люди живут с нами на одной планете Вот кто так думает Они вот все по-разному думают Один такую хренатень выдумывает Другой другую А мы живем с ними на одной планете Иногда они попадают в кресло Которые за нас принимают решение Андрей Рябов Нам, крестьянам, Виктор Картинками как-то понятнее Спасибо, что учитываете Моей жене на работе начальство получило сделать какие-то инструкции с картинками И начальница сразу ей дала совет Инна, делай как для дебилов То есть начальница уже сталкивалась, как понимает информацию люди И это в одном из крупнейших банков города А если серьезно Может быть сразу и делать, как страница для школьного учебника физики Чтобы в будущем опять не делать по-новое Спасибо В принципе так и делаем Мы контент примерно так и делаем Вот фильм равновесие Он как раз практически как школьный учебник физики И мы планируем сделать эти все учебники в надлежащем виде Спасибо, что отмечаете это Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!